МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие железные дороги. Уже через две недели могут вырасти тарифы на перевозки. Пассажирские подорожать больше, чем на треть, а грузовые на четверть. С такой инициативой выступило новое руководство Укрзалезницы. Тарифный комитет Минифраструктуры Финплан утвердил окончательное слово за Кабмином. Что говорят пассажиры и бизнесмены? Подробнее наши корреспонденты. Снег в купе, мороз в вагонах. Так пришлось путешествовать в новогодние праздники многим пассажирам Укрзалезницы. Люди в соцсетях публикуют фото и жалуются. Сервиса ноль, хотя билеты не дешевые. А вскоре и вовсе могут подорожать на треть. С такой инициативой выступил недавно назначенный глава ведомства Укрзалезницы. Мол, пассажирские перевозки убыточны. Но пока, видимо, дискуссии вокруг повышения тарифов для пассажиров все еще продолжаются. Пока что министерство этого не поддержало. Я запланирую тогда, когда министерство согласится. Но если о тарифах для пассажиров еще спорят, то с грузоперевозками вопрос почти решен, уверяют эксперты. Но бизнес твердит, повышение расценок может привести к уменьшению производства и даже закрытию предприятий. Да и было бы за что платить, говорят бизнесмены. Мы недополучили по нашим подсчетам порядка полфутера-двух процентов роста промышленности за счет того, что Укрзалезница в прошлый год работала хуже, чем она это делала за последние 25 лет независимости. В Укрзалезнице обещают как раз за счет повышения тарифов и обновить подвижной состав. Но эксперты уверяют, деньги можно взять и в других сферах. Например, эффективно бороться с коррупцией. 4-5 миллиардов гривен сразу же можно вывезти. А если еще больше разобраться, покопаться, то там будут десятки миллиардов. Опять же, не хотят, потому что есть определенный коммерческий интерес. Да и реформой назвать то, что изменилось за время правления Больчуна, трудно назвать, говорят эксперты. Смена подушек и занавесок – это не есть никакая реформа, это есть выполнение текущих необходимых нужд. Капитальные ремонты подают в качестве реформ. Самих реформ нет. Что было бы реформой на железной дороге? Например, это строительство параллельных железнодорожных путей. Впрочем, пока решение о повышении тарифов окончательно не утверждено. Своё добро должен еще дать Кабмин. Но бизнесмены уже обратились с открытым письмом к правительству с просьбой не делать этого. Анна Каменева, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Кредиторы Приватбанка будут судиться с Украиной. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. Владельцы еврооблигаций собираются идти в лондонский арбитраж. Хотят обжаловать принудительный обмен своих ценных бумаг на акции банка. Напомню, в конце прошлого года, после национализации Привата, кредиторы, владеющие евробондами на сумму более 120 миллионов долларов, создали специальный комитет для защиты своих прав. В него входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские. Банковский боевик. Четверораненых заложники и стрельба. Так, в поселке Новоалександровка при городе Днепра делили недвижимость. ЧП произошло еще 7 января, но только сегодня об этом рассказали в нацполиции. Говорят, несколько дней собирали оперативную информацию и выясняли все обстоятельства. Так что же случилось? С подробностями Елена Миндалюк. Разбитые окна, гильзы, осколки гранат и пятна крови на снегу. Это результаты борьбы за вот этот двухэтажный дом в элитном поселке Новоалександровка. События развивались, словно по сценарии голливудского режиссера. Хозяйка домой ехала на праздники. Охрану недвижимости поручила частной фирме. Александр как раз находился на дежурстве. Рассказывает, в 9 утра в помещение ворвались неизвестные вооруженные люди. Один из которых заявил, теперь он собственник дома. Под дулом автоматов троих членов семьи вывели на улицу, а охранников связали. Всех четырех были связаны руки, ноги. Причем он это сделал ласточку, в очень жесткой форме. Так только на труктурах, только когда допытывают кого-то. Так мне клюни не вяжут. Он говорит, молите Бога, чтобы я вас сейчас не застрелил. Освобождать заложников приехали уже другие охранники из этой же фирмы. По ним из окон дома открыли огонь. В том числе из гранатометов. Я только помню, что летели гранаты. Я вылез на забор, чтобы перепрыгнуть туда, на ту сторону. Но я услышал глухой выстрел. У меня проникновение пошло вот сюда вот. Сквозь руку легкого кусок. И пуля осталась в пользе позвоночника. Когда на место происшествия прибыли патрульные, их тоже обстреляли. И уже после этого правоохранители начали масштабную спецоперацию, в которой приняли участие 40 силовиков. После переговоров заложников освободили. В результате перестрелки ранили четверых сотрудников охраны службы. Двое до сих пор в больнице. Свидетель утверждает, нападавших было четверо, но в полиции сообщили. Задержан только один человек, называвший себя новым хозяином недвижимости. Именно он, по версии следствия, и стрелял. Теперь за захват заложников и перестрелку с охранниками и полицейскими ему грозит пожизненное заключение. Так как наш подозреваемый в нормальном процессе, судебным решением, при помощи судебных исполнителей, не захотел законным путем, скажем так, войти в дом, он вооружился, связал под автоматом охрану, выпроводил их за территорию, забайкодировался. И решил, что это ему принадлежит ему. Почему отпустили других нападавших? Полиции говорят, что следствие еще не установило степень их причастности к делу. Как выяснилось, это уже не первое нападение. Рейдеры пытались захватить дом 30 декабря. Об этом в фейсбуке написала его собственница Анна Марченко, которая находится за рубежом. Она утверждает, накануне Нового года узнала, что дом, который был залоговым имуществом в банке, уже продан по поддельным документам. Свою недвижимость она намерена оставить в суде. Но возвращаться в Новоалександровку после событий 7 января боится. В Днепропетровской области это далеко не первый случай, когда финучреждения перепродают залоговую недвижимость третьим лицам. После чего новые собственники пытаются выгнать предыдущих хозяев. Например, месяц назад вооруженные люди продержали жителя Днепра и его мать-пенсионерку в собственном доме 20 дней. И лишь после вмешательства журналистов люди в балаклавах покинули жилье. А спор о праве собственности продолжается в суде. Елена Медлюк, Евгений Котнецов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Живут на широкую ногу, а за электроэнергию не платят. И это не обычные жильцы, а харьковские коммунальные предприятия. Они задолжали энергетикам более миллиарда гривен. И наотрез отказываются платить по счетам. Каким последствиям это уже привело, расскажет Светлана Шакера. Контролеры, инженеры, монтеры Харькова Балэнерго. С плакатами в руках у здания апелляционного хозсуда. Энергетики ведут долгую тяжбу с водоканалом. Предприятие не платит за электроэнергию. Задолженность Харькова водоканала составляет 783 миллиона гривен. Эта задолженность накапливается длительный период. Общая задолженность коммунальных предприятий, это и Харьковские тепловые сети, превысила 1 миллиард 100 миллионов гривен. Из-за таких долгов Облэнерго не может выплатить сотрудникам зарплаты. Последний раз нам выплатили за ноябрь, 6 января, нам всем дали по 200 гривен. То есть ноябрь, декабрь, январь нам не выплачивают зарплату. Не можем заплатить ни коммунальные услуги, ничего. Я не могу ребенку заплатить за саду. Уже просто до слез, понимаете. Мы не раз уже выходили на митинги, нас никто не слышит. Кроме зарплат, у Облэнерго закончились деньги и на топливо, и на инструмент. Иной раз мы не можем выехать на ремонты по той причине, что нет заправить машину. Если нарушится работа системы, то может последствия быть тяжелые. Обесточить насосы водоканала энергетики не могут. По решению суда это делать запрещается. Ни переговоры с руководством водоканала, ни обещания мэра урегулировать ситуацию ни к чему не привели. При этом в ноябре водоканал на четверть повысил тарифы. Но платить по своим счетам энергетикам так и не начал. Внятного объяснения почему на предприятии нет. Сегодня говорить о долгах отказались. Мы подняли видеозапись двухмесячной давности. Тогда задолженность была меньше. А коммунальщики пеняли на долги харьковчан, которые накопились с самого начала 2016-го. По октябрю месяцу у нас был процент оплаты нашей дебютурской задолженности более 100%. Но это по октябрю месяцу. Если брать нарастающим итогом, то в августе месяце этот процент составлял 95%. В январе, в феврале 97%. Поэтому вот эта часть доли накопления долгов привело к 300 миллионов. Сам водоканал далеко не бедствует и даже шикует. Заявляют в Харьковском антикоррупционном центре. К примеру, вот договор. Предприятие хотело купить в свой офис телевизор последней модели. Самсунг с диагональю 75 дюймов. Собственно, по цене завышенный на 43%. Такой телевизор на рынке в интернете стоит 52-53 тысячи гривен. Водоканал покупал его, планировал купить его за 84 тысячи гривен. Телевизор, скажем так, с продвинутыми функциями 3D, поддержкой 3D, смарт-ТВ и так далее. Руководство Облэнерго уже обращалось в полицию, прокуратуру, суды и даже к президенту. Безрезультатно. Сотрудники обещают, со следующей недели будут выходить к стенам мэрии. Жаловаться на скупых работодателей в колл-центр правительства призывают руководство Кабмина. Речь идет о тех предпринимателях, которые, чтобы не платить повышенную минималку, будут сокращать людей или переводить их на полставки. О чем еще говорили на первом в этом году заседании Кабмина, знает Ирина Романова. После рождественских каникул премьеры-министры с новыми силами и оптимистичным настроением берутся за работу. В 2017 году сделаем все зависит от нас, чтобы вы слышали позитивные изменения в своем жизни. И первые изменения уже есть, уверяет Владимир Гройсман. Это возросшая до 3200 гривен минималка и увеличенная зарплата медиков и учителей. Денег для бюджетников хватит, подхватывает вице-премьер Павел Розенко. А если начальство вдруг начнет притеснять или жадничать, призывает жаловаться в колл-центр Кабмина. Уряд додатково выделил 40 миллиардов гривен. Сегодня у руководителей предпринимателей нет никаких подставок ни для сокращения персонала, ни для переведения людей на неповный рабочий день. Если такие факты есть, то 15.45 это номер урядового контактного центра. Мониторить честно ли работодатели выплачивают минималку, будет и спецгруппа, созданная при Кабмине. Причем контролировать будут не только бюджетную сферу. Грядут изменения и на рынке труда. Ситуация здесь катастрофическая, уверяет министр соцполитики Андрей Рева. За последние годы на 3 миллиона сократилось количество рабочих мест. И трудящихся уже меньше, чем пенсионеров. Поддерживать пенсионный фонд правительство собирается с помощью реформы службы занятости. Ставится под загрозу пенсийное будущее тех людей, которые сегодня должны работать и сплачивать пенсийные внески. Я не собираюсь отдерживать службу занятости. Я не собираюсь отдерживать безработных. Я просил бы, чтобы вы довели это до руководства службы занятости. Еще одно поручение премьер адресовал НАБУ и Минюсту. Проверить решение столичного апелляционного суда о возвращении почти миллиона долларов гражданки Италии. Та собиралась незаконно вывезти эту сумму из Украины. Но была задержана таможенниками в аэропорту Киев в октябре прошлого года. 25 миллионов гривен должны быть выложены на пользу державы. Но с одним решением суду отдали. Судья апелляционного суда города Киева, Мельник, ВВ. Если бы я хотел сказать суде, я стремлюсь. Потому что это будут только сигналы ППП. И сегодня же Кабмин выделил сотни миллионов гривен на ремонт дорог. Ирина Романова, Геннадий Никенко. Подробности телеканал Интер. К слову, не все министры почтили своим присутствием первое в этом году заседание Кабмина. Руководители МВД, Минюста, Минмолодежи и МИДа прислали своих замов. И если последние делают это редко, то для главы полицейского ведомства отсутствие на заседаниях правительства стало уже традицией. Последние месяцы прошлого года Аваков не появлялся здесь практически ни разу. Запретить Авакову раздавать наградное оружие. Такую инициативу готовит нардеп Сергей Каплин. За два года на посту министра Аваков роздал более 2000 единиц оружия на общую сумму более 2 миллионов гривен. В том числе удостоил трофея из своего однопартийца из Народного фронта Сергея Пашинского. А тот использовал подарок под Васильковым, стреляя в отца двоих детей Вячеслава Химикуса. Пашинский стрелял из элитного пистолета ГЛОК, который вместе с патронами, специальными очками и так далее стоит более 1000 долларов. Все это с кармана простого обычного платильщика налога. За какие такие подвиги Аваков наградил Пашинского этим оружием? Очевидно, что мы с вами являемся свидетелями, как министр внутренних дел от Народного фронта вооружает членов мафии Яценюка, своих сопартийцев. Я считаю, что в условиях нищеты мы не имеем права разрешать чиновникам, министрам, тем более лидерам партий, которые имеют уровень поддержки ниже нуля, делать такие шаги и такие траты из бюджета. В Харьковской области бывшие правоохранители зарабатывали разбоем. Организовали группировку и обогащались незаконным путем почти два года. Сегодня, после нападения на очередную жертву, четверых задержали. Бандиты отобрали у бизнесмена 10 тысяч долларов, 30 тысяч гривен и 4 тысячи евро. Установлено, что именно эта группировка в марте прошлого года напала на семью директора городского центра малоинвазивной хирургии Олега Песоцкого. Злоумышленники в масках поджидали его у подъезда, угрожая ножом, затолкали врача в машину и отобрали ключи. Затем ворвались в квартиру доктора, связали жену и дочь, унесли ценности и скрылись. Во всех случаях бандиты избивали своих жертв и даже пытали. Среди этих четырех людей, которые сегодня были задержаны, есть ветеран органов внутренних справ и просто колешние полицейские. Активную участь в действии этой банды брали родители и члены семьи наших фигурантов, обеспечивающие алиби, обеспечивающие определенное прикрытие. Дежавю или разборки по-зарянски. Председателя Зарянского сельсовета в Ривненской области суд снова отстранил от должности. Сельский голова успел поруководить меньше двух дней. Напомню, чиновника обвиняют в получении полумиллионной взятки. Что светит ему в ближайшем будущем, расскажет Инна Белецкая. Коллегия судей собралась сегодня, чтобы рассмотреть ходатайство прокурора, снова отстранить Михаила Олейника от должности главы сельсовета и обязать его носить электронный браслет. Адвокат просит судей не быть такими строгими к подзащитному. Дескать, Олейник, которого летом задержали на взятки в полмиллиона гривен, многодетный отец. Ему нужно обеспечивать семью. Мы не будем заперечивать против отстранения. Разом с тем, в Ваше честь, я подав сам эти документы. Есть трое детей, их нужно кормить. Дружина тоже не работает. Извините, но как-то нужно истиновать. И сам хотел бы наголосить, что в соответствии с 43 Конституцией Украины, каждый имеет право на правду. Подозреваемый в унисон повторяет слова защитника. Дескать, хронически не хватает денег, а в селе работу найти не может. У меня есть трое детей на утренании и дружина, которая так же не работает. И мы в связи с тем, что просили родителей, просили по предприятиям, чтобы найти заставу, чтобы я вышел из-под двора. Вот только защищает Олейник один из самых дорогих ривненских адвокатов, который специализируется на коррупционных делах. Он же работает и с бывшим замом главы администрации Тарасом Пустовитым, которого тоже арестовали во время получения взятки. Несмотря на все старания адвоката, суд оставляет его доводы без внимания. Напомню, в августе главу сельсовета задержали на стоянке возле облгосадминистрации. При нем было полмиллиона гривен. По версии прокуратуры, деньги Олейник требовал за выделение полутора гектаров земли. До 8 января он ходил с электронным браслетом и был отстранен от должности. Вчера чиновник пришел в рабочий кабинет, но, как оказалось, ненадолго. Так что теперь сельсовет снова без руководителя, а Олейнику придется вернуться по месту проживания село Старожуков. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревнынская область. Офицеров запаса будут привлекать к службе в зоне АТО добровольно, уверяют в генштабе. Это касается тех, кто окончил военную кафедру, но не проходил военную службу. По словам начальника главного управления персонала Марка Андрусяка, главные критерии – это возраст до 43 лет и соответствующее состояние здоровья. Призывать таких офицеров планируют в боевые воинские части, а в зону АТО отправлять будут по желанию, если военный сам напишет рапорт. Можно будет также заключить контракт. Тогда ежемесячно офицер будет получать от 10 тысяч гривен, и его не смогут уволить с постоянного места работы во время несения службы. А в зоне АТО один военнослужащий сегодня получил ранение. Боевики ударили из ствольной артиллерии на Луганском направлении. Из минометов обстреливали Авдеевку и Зайцева, а в районе аэропорта провоцировали армейцев огнем из гранатометов. Подробности знает Рина Баглай. Как только стемнеет линия фронта, возле аэропорта вспыхивает огнями. Это работают крупнокалиберные пулеметы боевиков. Все начинается где-то с часа, 5-6 вечера. Они начинают уже там перемещаться ближе, подпевзают. С кута дальней посадки, працюют ночью по нам. Переважно стрелецкое оружие и АГС. Этой ночью почти час здесь были слышны такие разрывы гранат. Огонь, объясняет командир. Противник ведет, чтобы спровоцировать их на ответ. Из аэропорта боевики последнюю неделю целятся из тяжелого вооружения по Авдеевке и промзоне. Пользуясь дневным затишием, десантники обустраиваются. На самой линии огня баня, а в укрытии кухня рацион почти как в ресторане. Десантники новосформированной 46-й бригады хвастаются. Запасов хватит на длительную оборону. И, конечно, всегда настали секретное оружие. Когда праздники, да, мы пытаемся солдатам напомнить домашнюю обстановку кухни. То есть мы пытаемся сделать винегреты, оливье. К примеру, салат мимоза делали на Рождество. Но главная форма и зимняя маскировка. Под песками к позициям регулярно подходят штурмовые группы боевиков. И здесь главное себя не демаскировать. Уже берцы новые, флиски. Полностью обеспечены всем. Качество маскировки гораздо лучше, чем у таких же аналогов зарубежного образца. Плюс пошив масхалата, сама форма пошива, он очень удобный. Этой ночью десантники ожидают в Песках очередной обстрел. Режим перемирия, говорят, уже устали объявлять со своей стороны. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Отношения с Россией, борьба с терроризмом и напутствие Трампу. Обо всем этом сегодня говорил Барак Обама в своей прощальной речи. Среди достижений отметил ядерное соглашение с Ираном, улучшение отношений с Кубой и борьбу с США с терроризмом. А вот Россия, по его мнению, слабый игрок на мировой арене. Дональду Трампу пожелал сохранить демократию и единство народа. Речь Обамы, как всегда, была эмоциональной. Президент много раз выражал благодарность американцам, соратникам, родным. А когда заговорила первой люди, не смог сдержать слез. Мишель Лавоун Робинсон, девушка с юга. На протяжении последних 25 лет ты остаешься не только моей супругой, матерью моих детей, но и моим лучшим другом. Ты сама взяла на себя эту роль и сделала это с присущей тебе утонченностью, стилем и юмором. Теперь, благодаря тебе, Белый дом принадлежит всем. Напомню, 20 января Барак Обама оставит свой пост и передаст управление страной Дональду Трампу. Новоизбранный президент США сегодня тоже вышел на публику и дал первую после выборов пресс-конференцию. О чем говорил, узнаем подробности прямо сейчас возле Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где собрал журналистов Дональд Трамп. Сейчас мой коллега Дмитрий Анопченко. Дима, здравствуй. Расскажи, как сегодня принял Трампа Нью-Йорк, город, где его откровенно недолюбливают. Тебе слово. Катюш, ну на самом деле ты права. В Нью-Йорке к Трампу относятся сдержанно, многие относятся критично. Дело в том, что этот город в принципе поддерживал Хилари Клинтон, голосовал за Хилари Клинтон. И поэтому даже сейчас с ее проигрышем не смирились. Многие, не поверите, пытались даже ее выдвинуть в мэра Нью-Йорка. Но вот вчера ее команда сказала, что планов таких нет. В любом случае, новому президенту вот здесь, в Трамп Тауэр, где он проводит очень много времени и живет и работает довольно сложно. Ну и вот сегодня он собрал здесь бесконференцию. Люди, которые шли мимо, разумеется, возмущены. Возмущены даже не столько там Трампом или политикой. Здесь сумасшедшие меры безопасности. И вот именно на них и жалуются нью-йоркцы. Именно эти меры безопасности подливают масло в огонь. Вот послушайте. Я отсюда в квартале живу, и это кошмар. Безумие. Город миллион долларов в день на безопасность тратит. И лучше не будет, ведь Миланя по-прежнему будет жить здесь с ребенком, и у них будет охрана. Так что ничего не поменяется. И для людей это так неудобно. Ну вот на эти меры безопасности и на неудобства жалуются люди. Но дело в том, что после 20-го числа, после инаугурации, вряд ли что-то изменится. Дональд Трамп, человек, который многих традиций не придерживается. Ну и вот знаменитая традиция, что президент и его семья живут в Белом доме, живут в Вашингтоне. Нам стало известно, что новый президент Дональд Трамп уже советовался. Выяснял, сколько времени он может проводить в Вашингтоне, сколько в Нью-Йорке. То есть он будет все-таки жить между двумя городами. То в одном, то в другом. Разумеется, это скажется на меры безопасности. Ну а жители Нью-Йорка сказали, раз он все равно здесь будет, будет не только в Вашингтоне. Они намерены даже организовывать акции протеста. Ну вот такие, как сегодня. Вы видите, людей немного, но люди достаточно шумные, достаточно активные. И обещают и в дальнейшем выходить на акции протеста. Под аккомпанемент вот этих выкриков, лозунгов и прошла. Первая после избрания пресс-конференция Трампа, которую многие так сильно ждали. Разумеется, было очень много вопросов. Трамп модерировал ее сам, поэтому было все эмоционально. Люди с места выкрикивали. Ну а говорили. Говорили обо всем на свете. Ну в частности, Трампа спросили о бизнесе. И он сказал, что передаст этот бизнес двоим своим сыновьям. Трампа спросили о политических планах. Он сказал, что Соединенные Штаты все равно будут строить стену на границе с Мексикой. Что, мол, это не преувеличение. Как только он станет президентом, стену начнут строить. Ну а еще сказал об Обамакэр, системе здравоохранения, за которую так бился его предшественник Барек Обама. Так вот, Трамп сказал, что став президентом, он ее отменит. Мы хотим, чтобы здравоохранение действительно охраняло эту страну. Обамакэр это полная катастрофа. Честно говоря, мы могли бы отступить. Были такие мысли с точки зрения политической целесообразности. Но это было бы нечестно по отношению к людям. Ну и разумеется, были вопросы о России. Вопросов много. Трамп сказал, что новой перезагрузки, такой, как была во времена Обамы, с Россией при нем не будет. Ну а еще, явно эта фраза разлетится на цитаты, будет во всех заголовках. Он сказал, что будет с Кремлем ничуть не менее жестким, чем была бы Хиллари Клинтон. Если Путину нравится Дональд Трамп, то я воспринимаю это как преимущество, а не как обязательство. Потому что у нас были ужасные отношения с Россией. Я пока не знаю, что буду делать, когда окажусь тет-а-тет с Путиным. Я надеюсь, буду знать. Но вот, если честно, неужели вы верите, что Хиллари было бы жестче с Путиным, чем я? Дональда Трампа Дональда Трампа Боевики в Донецке задержали медсестру, которая работала в одной из воинских частей Нацгвардии в Мариуполе. В оккупированный Донецк женщина приехала навестить сына. Там ее схватила так называемая полиция ДНР. Нацгвардии уверяют, женщина была гражданским служащим, доступа к военной тайне не имела. Более того, ранее ее уволили за нарушение трудовой дисциплины. Также в прислужбе ведомства пояснили, служащие Нацгвардии переговоров по освобождению медсестры не ведут. Этим занимается соответствующий объединенный центр при СБУ. Надежда Савченко откорректировала опубликованные во вторник списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. Перечень пополнила новыми фамилиями, их 14. В списке, опубликованном на странице нардепа в Facebook, фигурируют имена российских военных, задержанных за последние два года. Голубым цветом Савченко выделила тех, кто уже освобожден, красным погибших, оранжевым разыскиваемых ДНР и желтым разыскиваемых ЛНР. В СБУ считают такие действия нардепа противозаконными. Есть ряд законов, которые достаточно внятно ограничивают факты или такие поступки, как тут, допустим, закон о персональных данных, а также закон о борьбе с терроризмом. Ведь наши ребята, о которых идет речь, которые в списках, они являются военнослужащими. Законы, которые ограничивают подачу должностными лицами без определенного порядка такой информации. Из-за списков Савченко может быть открыто уголовное производство. Для этого, как заявляют в секретариате омбудсмена, достаточно заявлений родных и близких пленных украинцев. В списках на обмен опубликованных Савченко значатся также двое подсудимых беркутовцев Павла Броскина и Сергея Зинченко, подозреваемых в убийствах 48 человек на Евромайдане, якобы готовы обменять на украинских военнопленных в так называемой ДНР. Однако адвокат обвиняемых бойцов беркута возможность обмена отрицает. Он заверил о передаче боевикам ни к нему, ни к его подзащитным предложения не поступали. Тем временем, Шевченковский суд столицы отказал в аресте двух замов беглого главы киевского беркута Антонова и Дедюка, подозреваемых в избиении студентов 30 ноября 2013. Причиной отказа судья назвала необоснованность ходатайством. Правозащитники просили изменить меру пресечения для обвиняемых из-за того, что они регулярно не являлись на судебные заседания, мотивируя это проблемами со здоровьем. Напомню, Дедюка Антонова и еще двоих беркутовцев обвиняют в превышении служебных полномочий и разгоне мирного митинга. Как и раньше, они остались под личным обязательством. Потерпевших такое решение возмутило. Они обвинили судью в предвзятости и подали прошение об ее отводе. Наши подзащитники никогда ни одного документа, который подтверждали бы, что они меру пресечения, они нарушают. Нету этих документов. Одесская область снова засыпала снегом. Едва справились с последствиями предыдущего удара стихии, как на регион снова обрушились метели. Снега так много, что Молдова остановила паромное сообщение и закрыла 7 пунктов пропуска с Украиной, расположенных в Одесской области. В 11 районах запретили движение автотранспорта. С заснеженного юга страны репортаж Андрей Анастасова. Еще с полуночи практически на всех дорогах в Одесской области перекрыли движение, как оказалось, не зря. Снегопад, метели, сильный ветер, все это вернулось, хотя уже и не с такой силой, как в рождественскую ночь. Вот так, например, утром выглядели дороги в Килийском районе. Снег слежался. Чистить два раза сложнее. В самой Одессе снегопад был непродолжительный и по основным магистралям автомобили двигались без проблем. Но если заехать на задворки, то можно было увидеть застрявшие в снегу машины. Остальные, пытаясь выбраться из снежного плена, дрифтовали. Утром некоторые пригородные трассы все же открыли, правда частично пропускали легковой транспорт, а вот грузовики, маршрутки и рейсовые автобусы разворачивали обратно. Так, например, было с направлениями на маяке и кучурганой. Ситуация в том, что будет ехать снегоуборочная техника, если какая-то фура перекроет дорогу, потому что вся работа их не станет. Так, перекроет дорогу и все. А так они потихоньку, легковой транспорт, он потихоньку едет, так можно чистить дорогу. В итоге на обочинах выстроились целые очереди людей, которые не могли выехать в свои села и города. Они пытались поймать попутки, но желающих подвезти было мало. Мы стоим, я не знаю, как люди, если кому-то здесь есть где остановиться, еще полбеды, а если нет, люди будут ночевать, видите, какая толпа стоит. Что касается южной части Одесской области, которую в этом году заметает особенно сильно, там дороги расчищены, утверждают чиновники. И уверяют, тот пресловутый случай, когда на трассе застряли около 200 человек, не повторился. В основном это было потому, что люди все-таки наконец прислушались к тому, что говорили синоптики, к тому, что говорили органы местного самоправления. Заторов крупных не было. Полностью снять все ограничения для движения автотранспорта в Одесской области власти планируют завтра, если, конечно, погода позволит. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер. А вот смело в Черкасской области засыпало снегом еще неделю назад, но расчистить дороги там не могут до сих пор. И дело не в снегопадах. Коммунальщиков в городе не видно, говорят местные жители. Поэтому сами берутся за лопаты, а некоторые выходят чистить улицы на собственных тракторах. В управлении ЖКХ уверяют, работают день и ночь, хотя признают, техники катастрофически не хватает. Не спасает и единственная новая снегоуборочная машина, купленная в прошлом году. Ее, видимо, дальше центральных улиц не выпускают. Львовский мусор снова заблудился. Теперь в Киевской области. Бытовые отходы водитель выгружал средь бела дня в лесополосе. Но сбежать нарушителю не удалось. Подробности расскажет Александр Васильченко. Водителя, который выгружал мусор в окрестностях села Дедовщина, Михаил поймал на горячем. Говорит, чтобы злоумышленник не убежал, перекрыл ему путь собственным автомобилем. До приезда полиции, по словам Михаила, местные жители пытались самостоятельно узнать, откуда мусор. Водитель объяснил, переправил груз из Днепра во Львов. На обратном пути работодатель загрузил ему бытовые отходы. Как оказался под Киевом, не знает. И почему он начал выгружать мусор в лесополосе, объяснить не может. Позже нарушитель вообще отказался что-либо комментировать. Забрал машину на стоянке, она была уже вгружена. Ребята, извините, ноги замерзли, мокрыми. Ну сидите в машине, а мы будем вас так дать. А откуда вы ехали? Откуда вы? Ну подождите. Не, не, ну ребят, все, все. То, что мусор привезен из Львова, говорит сельский голова дедовщины Ольга Черепенчук, подтверждает документы, найденные в кабине водителя. Там были найдены документы бухгалтерские какие-то. Ну, может быть, уже не нужны, они были, выкинули их. И там была указана адреса компании какой-то, Львовской, место Львов. Вытащить застрявший грузовик смогли только спустя сутки. Мусор, который выгрузили, компанию-перевозчика заставили погрузить обратно. После чего, говорят, в фастовском отделении полиции транспорт отправили на штрафплощадку. За последние полгода львовский мусор находили по всей Украине. На пастбище под Хмельницким тайно свезли уже более 200 тонн отходов из Львова. Выгружали и на свалках Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Потом львовские отходы начали тайно перевозить на полигон в Полтавской области. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Украинец пытался вывезти в Польшу 25 килограммов янтаря. В соседнюю страну он ехал через пункт пропуска Ягодин. Камни спрятал в запаске, которая была в багажном отделении микроавтобуса. Пограничники вместе с таможенниками обнаружили тайник во время осмотра машины. Мужчины задержали, необработанный янтарь изъяли. Евроожидания откладываются. Украина получит безвиз только после выборов президента во Франции, не ранее мая-июня. Такое мнение выразил журналист Рикард Йозвек, ссылаясь при этом на дипломатические источники в Брюсселе. Выборы президента во Франции пройдут в конце апреля, в начале мая. Логично, что до этого Украина не получит либерализацию визового режима. В обсуждении этого вопроса, конечно, присутствует политический фактор. Само решение по безвизу и его реальная имплементация будут сразу же после французских выборов. Напомню, в украинском МИДе все же надеются на принятие решения по безвизу до французских выборов, но вступит в силу после голосования. Так заявила накануне заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. А во Франции кандидат в президенты Франсуа Фийон призвал свести миграцию в стране к минимуму. В своей предвыборной программе он предлагает ввести квоты на мигрантов. Устанавливать их, по мнению Фийона, должен парламент каждый год на основе занятости беженцев и ситуации с жильем. Монт, тогда можно будет судить о способности Франции успешно интегрировать беженцев. Кроме того, Фийон хочет лишить социальных льгот мигрантов, легально проживающих во Франции, менее двух лет. Иск против Фейсбука. Сирийский беженец намерен судиться с одной из самых популярных социальных сетей мира и отдельными ее пользователями из-за своего собственного снимка с Ангелой Меркель. Подробности знает Татьяна Лагунова. Селфи с непредсказуемыми последствиями. Сирийский беженец, который сфотографировался с Ангелой Меркель, идет в суд против социальной сети Фейсбук. Снимок, который в свое время сделал сирийца известным, теперь приносит ему только неприятности и проблемы. Это селфи два года назад перепечатали все немецкие газеты и перепостили тысячи пользователей соцсетей. На фото канцлер Ангела Меркель, которая приехала встретиться с беженцами. И сирийца она с Мадамани. Снимок стал символом гостеприимной Германии, которая открыла двери для беженцев из Сирии. Но молодому сирийцу, который решил сфотографироваться с канцлером, до сих пор приносит только проблемы. Сначала пользователи соцсетей заявили, парень на фото очень похож на одного из террористов, которые организовали теракты в Брюсселе. И понеслось, мол, смотрите, с кем Меркель фотографировалась. А на сумадамане пришлось давать интервью и оправдываться, никакой он не джихадист. Теперь вот в нем узнали одного из беженцев, которые накануне Рождества подожгли бездомного в метро Берлина. Мадамани устал объясняться и решил судиться. Он нанял адвокатов и требует от сети Facebook запретить распространение ложной и порочащей его имя информации. И наказать пользователей, которые первыми сообщили фейковую новость. Чем закончится этот процесс, пока непонятно. Первое заседание назначено на начало февраля. Но бороться с распространением сфабрикованной и разжигающей ненависть информации соцсети уже давно призывают и власти Германии. Но пока что, похоже, призывы так и остаются призывами. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Суд над соцсетью. Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже решили подать иски против Твиттера. Виртуальную платформу обвиняют в содействии информационной компании террористов ИГИЛ. Подробности расскажет наш корреспондент в Брюсселе. Кто виноват? Твиттер. Две американские семьи подали иск на социальную сеть за то, что она, по их словам, осознанно предоставила исламскому государству помощь, создав сетевую онлайн-платформу. Проще говоря, семьи погибших в терактах считают, что Твиттер предоставляет террористам возможность вербовать людей в свои ряды, распространять пропаганду и облегчает коммуникацию террористов исламского государства. В частности, тех, которые организовывали теракты в Брюсселе и в Париже. К служителям Фемиды обратилась Анна Камерон-Кейн. Это невеста 29-летнего Александра Пинчевски, который погиб в Брюссельском аэропорту. Сразу после его возвращения в Нью-Йорк пара планировала пожениться. Подать иск решила еще одна американская семья – Рейнальдо и Беатрис Гонсалес, которые в парижских терактах потеряли 26-летнюю дочь Нагеми. Исцы требуют финансовой компенсации, но ее размер еще не определен. Суд будет проходить в Нью-Йорке. Руководство Твиттера пока отмалчивается. В августе прошлого года соцсеть уже выиграла подобное дело. С ними судилась тоже гражданка США, муж, который погиб от рук террориста в Иордании. Сооснователь Твиттера Джек Дорси тогда признал, что цензуры у них нет. В Твиттере нет цензуры. Люди могут следить за кем хотят. Конечно, некоторые Твиты порождают агрессию, но пользователи сами могут включать блокировку или просто не отвечать. Впрочем, Твиттер все-таки пытается бороться с терроризмом. Со средины 2015 года заблокированы более 350 тысяч аккаунтов, которыми могли бы пользоваться игиловцы. Однако истцы уверены, что соцсеть работает неэффективно. Мол, на многие подозрительные профили приходится указывать самим пользователям. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссельское бюро, телеканала Интер. В том же Твиттере сегодня объяснялся новоизбранный президент США. Дональд Трамп прокомментировал в соцсети скандальную информацию о российском компромате. Напомню, речь идет о документе, опубликованном в издании Басфит. Что же это за информация, которая наделала столько шума перед первой пресс-конференцией Трампа? Далее в сюжете. Новость про компромат на Дональда Трампа сегодня буквально ошарашила мир. Информационный удар в издании Басфит нанесло накануне его первой речи в качественного избранного президента. Вот тот самый документ, который все обсуждают. Он в открытом доступе. Информация шокирует с первых строк. Российский режим помогал новоизбранному президенту США Дональду Трампу и поддерживал его в течение последних пяти лет. Усилия Путина были направлены на то, чтобы стимулировать раскол в западном альянсе. По информации бывшего высокопоставленного офицера российской разведки, ФСБ скомпрометировало Трампа во время пребывания в Москве, чтобы иметь возможность его шантажировать. Речь идет о действиях Трампа, включая половые извращения. В документе также говорится, что российская разведка собирала компромат и на Хиллари Клинтон. Якобы прослушивала ее телефонные разговоры во время визитов в Россию и взламывалась почта. Но посадить на крючок главную соперницу Трампа в президентской гонке у Москвы не вышло. А вот на Трампа якобы накопали достаточно. И о его личной жизни, и о финансовой деятельности. Сам Трамп все опровергает. На своей странице в Твиттере он называет доклад ложным, а его публикацию – политической охотой на ведьм. Россия никогда не пыталась на меня повлиять. С Россией меня ничего не связывает. Ни договоры, ни кредиты, ничего. В Москве информация и вовсе вымышленной и сфабрикованной. У Кремля нет компромата на Трампа. Информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом. Новость про некие секретные документы с компроматом на Трампа циркулирует уже неделю. Телеканал CNN сообщил, что их уже видели и Барак Обама, и Дональд Трамп. Но тогда в прессу просочились лишь некоторые детали по поводу влияния на результаты выборов в США. И пока информационное пространство еще переваривает информацию о компромате на Трампа, сам британский офицер-разведчик, который якобы предоставил документ на анонимном форуме, написал, что выдумал всю историю. И это была всего лишь шутка. Анна Ильиных, подробности, телеканал «Энтер». Как в Мексике отреагировали на одно из громких заявлений Трампа, чем отличилась Норвегия и как зоологи увековечили Люка Скайуокера из «Звездных войн»? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Стройте за свой счет. Мексика отказывается платить за стену на границе со штатами. Ранее Дональд Трамп грозился не только возвести ограждение на границе с Мексикой, но и заставить власти соседней страны заплатить за него. Новый министр иностранных дел Виды Гарай заверил, Мексика пойдет на это, когда рак на горе свистнет. Коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи Пак Кенхе докатился до главы компании «Самсунг». На допрос вызывают топ-менеджера Лича Йона. Это сын генерального директора после инфаркта отца, фактически глава корпорации. Следователи подозревают, что компания перечисляла так называемые пожертвования в некоммерческие фонды, на которых наживалась подруга президента Чхве Сунсиль. Следствие считает эти пожертвования взятками. Норвегия первая в мире полностью откажется от аналогового радиовещания. Власти страны, несмотря на противоречивую реакцию общества, начинают отключение FM-ретрансляторов. Процесс завершат к концу года. Вместо аналогового сигнала местные вещатели перейдут на цифровой. В Буэнос-Айресе вандалы осквернили статую футболиста Лионеля Месси. Бронзовую фигуру пятикратного обладателя золотого мяча установили 29 июня в рамках кампании «Не уходи», чтобы форвард Барселоны вернулся в сборную Аргентины. В итоге футболист решил остаться в национальной команде. Местные власти обещают найти и наказать вандалов. Особенное угощение для символа 2017-го в сингапурском зоопарке. Для петуха приготовили лакомство мучных червей. Таким образом, петуха решили порадовать перед наступлением Нового года по китайскому календарю. В этом году он наступит 28 января. Зоопарки верят, нынешний год будет лучше предыдущего. Зоологи увековечили одного из главных героев «Звездных войн» – Люка Скайуокера. Его именем назвали новый вид обезьян. Приматов обнаружили в тропических лесах на юго-западе Китая. У обезьян темная шерсть и белые брови. Возможно, в этом ученые увидели сходство с героем киносаги. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok